Здравствуйте, соратники! С вами Аполлинария Гордиенко, и сегодня мы с вами продолжим изучать загадки Воронцовского дворца в Крыму. Ссылочку на предыдущие фильмы я оставляю в описании под видео. Также хочу сказать, что если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, кнопочка там внизу, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И сейчас мы отправимся в зимний сад замка, где обитает невероятной красоты девочка из мрамора. Это самый настоящий шедевр, воплощенный в камне. Скульптором был итальянец Квинтиллиан Карбеллини, XIX век. Как нам говорят официальные историки. Удивляет живость девочки. Она так естественно и натурально выглядывает кого-то. Ее глаза светятся жизнью, совсем не похожи на те, что присутствуют обычно у других мраморных изваяний. Мертвые глаза? Живые глаза? Ресничек нет, но отчетливо видны волосинки аккуратных бровей, волосок к волоску. Напоминаю, это же мрамор. С близкого расстояния можно рассмотреть такие детали, как помятость ее одежды. Кажется, что на девочке льняное платье, материал которого с трудом поддается глажке. Заметен каждый мельчайший залом материала. И даже швы по бокам наряда видны отчетливо. Как из твердого камня можно было высечь паутинку тончайшего кружева? Вручную! Как вы думаете, без специальной фрезы это возможно? Напишите в комментариях. Видно, что это кружево накрахмалено. Если изделие из натурального мрамора, то на нем все равно будут видны вкрапления и прожилки разных цветов. В случае со скульптурой милой девочки в Воронцовском дворце, мы можем сделать вывод, что это не совсем мрамор, а скорее мраморный полимер. Мрамор могли измельчить, соединить с каким-то связующим и после этого отлить фигурку. Кстати, камера не передает, но можете мне поверить, что на коже каменной девочки видны даже поры. Поры, поры, вы только представьте, насколько тонкая эта работа. Это вообще возможно без 3D-станка? Трехмерной фотосъемки с последующим вытачиванием точно по фотографии, которая делается высокотехнологичными резцами. Только тогда на готовом изделии появятся все впадинки, складочки, выпуклости. Мог ли скульптор, прилагая титанический ручной труд, вырезать каждую помятость? Я рассказываю это к тому, что существует мнение, что ранее человечество тоже владело немыслимыми технологиями, которые были утрачены после глобальных катастроф на Земле. А как на ручке появилась родинка? Не так давно шли споры на тему, как делали в былые времена статуи и скульптуры. Механики говорили, что при помощи фрезерных обрабатывающих станков. А у некоторых соратников была другая версия – литья и экструзии. Нечто похожее на то, как кондитер выдавливает из шприца крем на торт, придавая ему всевозможные формы. Конечно, с пластичной массой, что-то типа мраморного композита, гораздо удобнее работать, чем с куском камня, от которого ваятель просто отсекал бы лишнее. Скульптура датируется XIX веком. На тот момент технология была широко распространена. Это говорит о том, что многие статуи, которые, как нам говорят, сделаны в античную эпоху, оказывается, могут быть изготовленными даже в XVII, XVIII, XIX веках. А нам скажут, что это античная Греция, 2000 лет назад. Так что, вот такая необычная девочка стоит в Воронцовском дворце. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых исследований!